Не совсем привычная картина. Парты под открытым небом. Их расставили у Стеллы Пензы, город трудовой доблести, не случайно. Их заняли учащиеся 52-й школы. Ребята вызвались ответить на вопросы диктанта победы. Дети интересуются разными предметами. Конечно, не все связывают свою жизнь в дальнейшем с историей. Но, тем не менее, основные события, в том числе основные события Великой Отечественной войны, они знают. Патриотическая акция носит даже не общероссийский, а международный характер. Она проводилась уже трижды, и каждый раз участие в ней принимают все больше человек. В этом году я впервые приму участие в написании диктанта самостоятельно. Ранее мы организовали, а сегодня я уже приму участие. Я участвую в этом диктанте не первый раз. Вопросы достаточно сложные, поэтому приходится вспомнить и какую-то базу. И сейчас уже как опытный участник у меня уже есть возможность, в общем-то, и заранее подготовиться, посмотреть какие-то такие моменты, которые про наступательные операции, про маршалов Советского Союза, про подвиги наших великих предшественников. Проведение диктанта победы сознательно запланировали на 3 сентября. Это дата окончания Второй мировой войны. Самый большой вклад в разгром бесчеловечных фашистских и милитаристских режимов внес Советский Союз. В знак уважения к вечному подвигу на вопросы теста ответили и пензенские бойцы Росгвардии. Об этом надо помнить. Ведь люди, которые не помнят своего прошлого, по сути, не имеют будущего. Особенно важно это осознавать нам, тем, кто защищает Родину и ежедневно обеспечивает безопасность и покой граждан. Еще одной площадкой для написания диктанта стал Дом офицеров. Здесь, в фойе второго этажа, собрались курсанты Артиллерийско-Инженерного института и волонтеры Победы. Их поприветствовал директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Желаю участникам диктанта победы, успехов и всего самого доброго. На джимах, а им 9 листов, вы можете делать любые пометки, рисовать, писать свои какие-то размышления, выстраивать хронологию, писать даты, если вам это необходимо. Времени на ответы 45 минут. Будущие абитуриенты, показавшие хороший результат, получат дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ.